Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Сегодня у нас 20 сентября. Мы стоим среди ежевики, которая, как видите, все заплела кругом у меня. Но сейчас я хочу поговорить о другом растении. Это растение айва. Вот, посмотрите, какой огромный плод айвы. Это не увеличено. Это, как видите, вот, посмотрите, какой огромный плод. В этом году очень хорошо цвело дерево, но два дня оно поцвело и пошли сильные дожди. И, естественно, опылилось совсем немножко цветочков. И осталось из них всего несколько плодов. Вот, смотрите, вот это один плод. Вот наверху другой плод. Там он третий плод. И вот он еще один четвертый плод. Как видите, плоды очень-очень круп. Крупнее самого крупного яблока, я бы так сказала. Они еще будут держаться до морозов, эти плоды на ветках. Но я что бы хотела сказать о растении айва. Это айва не японская мелкая. Это очень крупная айва. Но есть у деревьев вот особенность такая. Они подвержены заболеванию усыхания ветвей. Точно так же, как вот есть вишня войлочная и груши, которые подвержены такому заболеванию. Вот, посмотрите. Вот видите, веточка молодая усохла. И ее надо, естественно, обрезать до конца. Вот я сейчас вам покажу еще вот эти побеги. Это не только у меня, и у соседей, кстати, такая беда. Что нам сейчас надо сделать? Нам сейчас нужно отрезать эти засохшие ветки, чтобы растение не продолжало болеть. Потом, как только немножко у меня будет время, но это может быть дня через 2-3, я побрызгаю растение метронидозолом. Я уже брызгала его один раз. Это было летом, когда я увидела усыхание ветвей. Она вроде прекратилась. Ну, вероятно, надо было еще раз побрызгать. Ну, как всегда, у нас не хватает времени, и, естественно, процесс пошел дальше. Поэтому сейчас я покажу, как надо обрезать это растение, и потом, естественно, опять побрызгать метронидозолом. Вообще обрезать растение деревьев я бы не советовала осенью, но так как идет заболевание, это нужно сделать немедленно, чтобы дальше растение не внесло такое заболевание вглубь кроны. Сейчас я возьму секатор и покажу, как я обрежу это растение. Вот, обратите внимание, видите, у нас ветвь. Вот сухое место, и вот дальше сухое место. Конечно же, мы не будем жалеть эту ветку, и обрежем ее вот до сих пор. Вот, срезав все вот эти две ветки. Потому что все равно заболевание пойдет дальше, и, естественно, растение будет опять болеть. Поэтому мы сейчас срежем вот до следующей здоровой ветви, и эти ветки обязательно сожгем, обязательно. Итак, вот, как видите, ветку я срезала. Сейчас нам нужно будет замазать это садовым варом. И вот сейчас все эти веточки, которые есть усыхающие, я обрежу до здоровых веток. И покажу вам, как они теперь, растения будут, вот эту ветку мы можем срезать до самого края. Потому что, видите, голый здесь ствол. Это, естественно, почки уже погибшие, и они там не нужны. Короче говоря, мы срежем сейчас вот эту ветку, мы срежем тут вот эту ветку, и там, где еще есть засохшие побеги, мы их обязательно срежем. И заважем все места садовым варом. Итак, дорогие садоводы и огородники, я обрезала больные места. К сожалению, садового вара у меня не оказалось. Но я сейчас, пока вот у меня есть лист ревня, замажу вот этот верх вот так. Вот, верх я замазала вот этим стволиком от ревня. Здесь шевелевая кислота, и пока растение, ничто туда не залезет, не даст шевелевая кислота. И точно так же я сделаю вот наверху. А завтра я куплю обязательно садовый вар. Вот. Вот так. Как видите, уделяющийся сок, он покроет растения. Вот так. Даже не страшно, если здесь осталось что-то. И так я большие раны замазала садовым варом. Маленькие там ранки не обязательно это делать, не страшно. А завтра я куплю садовый вар и обязательно замажу, чтобы растение не страдало дальше. Вот так, мои дорогие садоводы и огородники. Вот у меня это айва. У меня три дерева. Я сейчас расскажу, как они у меня получились. Это дерево я привезла с саженцем маленьким и посадила вот здесь. И тут образовалось два ствола. Как видите, вот даже три. Ну, один стволик я срезала сразу, а два стволика оставила сначала. Потом я поняла, что второй ствол будет очень тоже толстым, большим. И я хотела его выломать. Ну, чтобы вместе не мешало, не росло больше. И получилось так, что у меня этот стволик выломался вместе с частью корня. Недолго думая, я его взяла и посадила. Я вам покажу, где и какой он у меня вырос. А сейчас вот смотрите, вот здесь вот у нас есть поросль. Ее обязательно нужно обрезать. Она не нужна. Айву хорошо крупноплодную пускать в один ствол, потому что она вырастает большим деревом, как видите. Вот. И у нее очень крупные, очень-очень крупные, как видите, плоды замечательные такие. Вот они даже сейчас так хорошо пахнут. Они вот, как видите, уже стали желтеть. Ну, им еще полмесяца. И если будет тепло, они будут еще дольше висеть, до самых заморозков. И так вот тут у меня образовалось, оказывается, он еще маленький один плодик, пять плодиков. Вот. Ну, если бы не было дождей, конечно бы, было бы больше. Вот сейчас мы срежем вот эту поросль, чтобы ее не было. Чтобы она не мешала растению расти. Вот. Ну, сейчас уже осень, это не страшно. Поэтому срезать надо до самого низу. Я все лето появляются, когда такие поросль появляются, я все лето стараюсь обрезать. Ну, это, как видите, вот недавно, молоденький совсем. Вот это тоже, как видите, надо срезать. Он тоже здесь не нужен этот побег. Вот таким образом обрезать, чтобы не было лишних побегов, не было загущения у вас. Айву крупноплодную нужно пускать в один стволик. Брызгать ее надо так же, как и все растения, которые у вас растут в саду. Я весной брызгала бордосской смесью и березовым дегтем. Разводила в воде полфлакончика березового дегтя и обрызгивала растения. Ну, вредителей, как видите, у меня на нем нет. А вот заболевания было. Сейчас я вам покажу еще два дерева айвы. Одно дерево мне привезла еще сестра моя из Таганрога. Оно немножко другое. Вот, как видите, у этой айвы как бы немножко длинноватые листья. А у другой айвы немножко закругленные. Но мы сейчас к ней подойдем, я вам покажу. Итак, вот еще одно дерево айвы. Как видите, листочки у нее более кругленькие. Это совершенно другой сорт. Но надо сказать, что весной надо это дерево, конечно, сформировать. Я весной уже обрезала его. Но, как видите, оно все равно загустелось. Нужно будет весной обрезать вот эти длинные ветки, которые вверх смотрят, чтобы дерево сильно вверх не росло, чтобы за ним было удобно ухаживать. Здесь у этого дерева один ствол. Оно, как видите, совершенно здоровое. Усыхающих веток у нее нет. Вот, и, естественно, пока еще ничего нам не грозит. Но для профилактики я бы советовала вам все же таки два раза обрызгивать растение метронидозолом против усыхания ветвей. Сейчас мы подойдем к третьему дереву. Я вам покажу его. Ну, вот еще одно дерево айвы у меня. Как видите, на нем тоже пока все нормально. Нет усыхания ветвей. Это вот как раз тот ствол, который я пересадила поломанный. Нет, ну, вот, как видите, я не видела. Вот, оказывается, тоже есть. Ну, сейчас я их обрежу. Секатр я взяла с собой. И все будет нормально. Потом мы его обработаем. Дело в том, что у меня вот орех сидит, как видите, огромный. И, естественно, создает проблему этому дереву. Орех надо будет обрезать. Очень уж он огромный орех. Вот, ну, сейчас я обрежу сокшие ветки. Ну, вот, мои дорогие судоводы и огородники. Еще я вам показала, какие растут у меня деревья. Это деревья айвы. Это дерево тоже в этом году цвело, но, к сожалению, не образовало ни одного ствола, плода, так как попало под дожди. И, естественно, не опылилась. Ну, ничего, я надеюсь, что на следующий год нам повезет. И мы увидим много плодов айвы. На этом, мои дорогие судоводы, до свидания. Всего вам доброго. Спасибо, что заходили на мой канал. Подписывайтесь, ставьте лайк, если понравилось. Если нет, извините. До свидания.